Кондитер по пряникам, глазурь, урень. Такой набор слов достался команде педагоги будущего из детского сада номер 30. За три недели до выступлений с помощью жеребьевки авторы сценариев случайным образом определяли профессию, один из специфических терминов и район Нижегородской области. С этим набором командам необходимо было придумать и реализовать концепцию выступления. Нам очень повезло, потому что пряник и глазурь с их прекрасно сочетаются. Но теперь мы знаем особенности именно этого населенного пункта. Дети наши тоже очень хорошо изучили город Урень. Мы знаем, что там чтут традиции именно русские, исконно русские. Устраиваются многочисленные праздники именно руссконародные. И хорошо, что в этом году выбрали именно населенные пункты нашего округа, нашей области. Потому что про город Урень многие не знают. В сборной детского сада номер 14 досталась профессия судостроителя, а к нему корпус и город Чкаловск. Героями сценки стали две мамы и их дочки. Для того, чтобы что-то починить, нужно что-то сломать. Членам команды пришла идея, что это будут пираты, которые сделали пробойную на корабле и его пришвартуют в Чкаловске на ремонт. Родители совместно с педагогами подготовили музыкальное сопровождение, костюмы, продумали образы в деталях. Прошло очень быстро, так прям время летит незаметно. Да, эмоции переполняют, особенно после выступления. Мы долго готовились, порно усиленно репетировали, и дома репетировали, и собирались, и в садики, и сюда приходили. Девчонки у нас молодцы, маленькие. Мы сами открываем для себя новые стороны детей, потому что это и творчество, и вокал, и танцы, и подвижность. И не бояться сцены очень важно в таких конкурсах, но они справились. Главная цель такого конкурса – познакомить детей с разными профессиями, показать, насколько важна работа каждого человека. Награждение финалистов, призёров и победителей «Темп-2023» пройдёт во Дворце детского творчества 3 ноября в 15 часов. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.